МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный вечер понедельника продолжает программа о людях и делах компании «Газпром. Добыча Ямбург». В студии для вас работает Нелли Хырудинова. По традиции начинает наш выпуск, обзор коротких новостей за прошедшую неделю. На девятом промысле ямбургского месторождения закончили проведение профилактических работ. За пять дней на такой период останавливали ГП, выполнили большой регламентный комплекс по проверке систем, которые основное время находятся под давлением. Работу проводили как своими силами, так и с привлечением специалистов других подразделений «Газпром. Добыча Ямбург» или сторонних подрядных организаций. Ревизию оборудования, обслуживание и ремонт запорной арматуры, элементов схемы энергоснабжения промысла провели точно по графику. Уже в ночь с 24 на 25 августа установка снова включилась в магистраль. Проводится ежегодно по утвержденному графику. Для проведения работы на наиболее ответственных участках по ревизии оборудования, не имеющего резерва по замене кранов на тех участках, которые невозможно провести при работающем промысле. А также для опробования ежегодного алгоритма аварийного основного промысла. Головная компрессорная станция на заполярном месторождении приобретает запланированные проектом формы. К годовым действующим цехам, увеличившим производительность месторождения, в скором времени присоединится третий. Он состоит из семи газоперекачивающих агрегатов мощностью 16 мегаватт каждый. Специалисты после завершения крупноблочного монтажа готовятся приступить к их центровке. По эстакадам подводятся электрические кабели, на площадке готовятся к гидравлическим испытаниям всех технологических узлов нового цеха. На данный момент в работе головной компрессорной станции участвуют шесть агрегатов. Они поддерживают необходимый гидравлический режим в магистральной трубе, значительно облегчая нагрузку Пуртазовской компрессорной станции. Вод третьего цеха с семью газоперекачивающими агрегатами позволит на контролируемом участке добиться максимальной отдачи, особенно в пиковой нагрузке отбора газа на заполярном месторождении. Строительство цеха входит в решающую фазу. Строители совместно с эксплуатацией должны к первому сентября приступить к гидравлическим испытаниям технологических коллекторов. Сотрудники Управления аварийно-восстановительных работ совместно с подрядными организациями закончили благоустройство территории основной производственной базы. Своими силами вывезли мусор, разобрали ненужные металлоконструкции. Подрядчики провели предварительную подготовку и асфальтирование наружных площадей. Кроме того, в производственных цехах полностью заменили оконные конструкции. Установили современные стеклопакеты. В свободное от работы время работники базы самостоятельно разбили декоративные газоны и высадили деревья. Сейчас вы можете просто посмотреть эти изменения, которые произошли на сегодняшний день. У нас отличные площадки, отличные мы сделали места хранения материалов. В общем, для удобства людей было сделано просто все, для работы. Работник «Газпромдобычи Ямбург» Альберт Абдрахманов признан лучшим сварщиком на Ямале. Он победил в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В нем участвовали представители восьми компаний Ямала-Ненецкого автономного округа. Профессиональный опыт Альберт Абдрахманов получил еще в Ямбургском строительно-ремонтном тресте, знаменитой кузнице северных строителей. Продолжил практику в управлении аварийно-восстановительных работ. В настоящее время он трудится на первом синаманском промысле за полярное месторождение. Его смело можно отнести к старой школе электрогазосварщиков, который в газовой индустрии почитается по сей день. За плечами многочисленные победы в профессиональных конкурсах. В конкурсе лучший по профессии в 2009 и 2011 годах это по «Газпром добыче Ямбург» занимал первые места. В 2009 году занял третье место по «Газпромовским», «Общегазпрому». И в этом году, в 2012, я занял первое место и уже в октябре я поеду на всероссийский конкурс НАКСА. На Ямбургском месторождении прошли финальные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди добровольных пожарных дружин общества. В социзаниях приняли участие 17 команд. Заявки поступили практически от всех подразделений «Газпром добычи Ямбург». Сами соревнования прошли в три этапа. Победитель определялся по наименьшему количеству времени, затраченному на выполнение эстафеты 4 по 100 метров и боевого развертывания. На итог существенно влияли результаты теоретического этапа. За каждый неправильный ответ начислялась штрафная секунда. Лучшей оказалась команда «ГП-5» газопромыслового управления, один из традиционных лидеров последних лет. На втором месте добровольная пожарная дружина «ГП-1В», также филиал «ГПУ». Замыкает тройку лидеров УТТ и СТ. Сегодняшние соревнования прошли на высоком уровне. И в плане подготовки наших участников, и в плане организации самих соревнований. То есть мы с каждым годом что-то усовершенствуем. Значит, наши работники газопромыслов и работники подразделений, которые участвуют здесь, стремятся к этому, так сказать, новые навыки появляются. Продолжаются работы по расширению газосборной сети промысла «Адзинвэ» Ямбургского месторождения. Параллельно с реконструкцией самого промысла полным ходом идет строительство и подключение дополнительных скважин. На одной из новых кустовых площадок побывала наша съемочная группа. Слово Юрия Григи. На Ямбургском месторождении полным ходом идет обустройство новых кустов газовых скважин нижневеловых отложений. Завершено бурение на площадке куста 333В, что в районе первого промысла. Под контролем специалистов управления по обустройству месторождений подрядчики ведут благоустройство объекта. Основным подрядчиком у нас является генеральный стройгаз консалтинг, а субгенподрядчик является заполяр граждан строя. Работы, согласованные по графику производства работ заказчикам, ведутся в срок. Здесь мы занимаемся благоустройством куста. Это укрепление откосов торфопесчаной смесью 50 на 50%. Вкладываем сетку на откосы и занимаемся посевкой многолетних трав. Начатые две недели назад работы по облагоустройству куста выполняют с помощью тяжелой техники самосвалов, экскаваторов и бульдозеров. Сегодня ведутся работы также на площадке 332В. Это в районе УКПГ-1 площадка находится. Там уже сформированы, завершены работы по закрытию шламовых амбаров. Ведутся работы по дорожной одежде подвездной автодороги и резервной дороги к кусту. В 2012 году по плану ввода объектов и сдачи мощностей мы должны сдать 15 скважин на трех кустах газоконденсатных скважин. Это 131В, 132В и 134В. Они все будут подключены к УКПГ-1В. Куст 131В буровиками был передан под обвязку в июле. Подрядчик общества «Ямалмеханизация» на объекте сейчас завершает погружение свай. Все работы идут строго по графику. Специалисты уверены, что сроки ввода скважин в эксплуатацию будут соблюдены. Юрий Григо, Василий Сурков, Ямбургское месторождение. Работники газового промысла 1С заполярного месторождения все чаще становятся инициаторами изобретений и генераторами инноваций. Их реализованные идеи не только усовершенствуют, а где-то и упрощают труд сотрудников, но и приносят ощутимый экономический эффект предприятия. Наш корреспондент Дмитрий Дугинов встретился и пообщался с Сергеем Дорошенко, который занял по итогам 2011 года второе место в рейтинге рационализаторов «Газпром» добычи «Ямбург». Копилка «РАЦПредложение» инженера Сергея Дорошенко в момент прошлогодней профилактической остановки пополнилась очередной идеей. Остановка промысла явилась рождением рационализаторского предложения. Остановка промысла – лишь один из поводов генерации идей. Источников же для новаторов здесь немало. Когда установка останавливается для того, чтобы коллектив выполнил намеченный за год работы, мозг рационализаторов не устает трудиться. Их цепкий взгляд устремляется в места, которые требуют незамедлительного вмешательства. Мной и моим коллегам Володиным Александром Николаевичем был предложен вариант использования существующих технологических линий для отвода этой жидкости. Вот здесь вы можете увидеть, вот это проектный вариант, вот он идет. И вот здесь вот существующие коммуникации, мы врезали существующую линию. Вроде бы мелочь использования существующей технологической линии вместо отдельной предлагаемой институтом, необходимой для отвода жидкости сепаратора возле редуцирования газа, позволила компании «Газпром» добычи «Ямбург» сэкономить хорошие деньги. Вообще, позиция 6.0 – узел редуцирования газа для Сергея Дорошенко стала одним из главных мест внедрения инновационных доработок. Призер конкурса названия «Лучший рационализатор предприятия» заметил в обыденности простор для улучшений. В момент строительства узла редуцирования газа, позиция 6.0, позиция 190, был поставлен только один сепаратор. Мной и моим коллегам Володиным был предложен вариант для того, чтобы подключить второй сепаратор позже, без остановки работы оборудования. Произвели монтаж арматуры, согласовались с институтом. И вот вы видите, второй сепаратор стоит, мы сможем его подключить без остановки оборудования, действующего оборудования. В активе инженера-рационализатора уже 16 предложений со всевозможными видами эффектов, от экономических до организационных. Идеи, как он сам говорит, рождаются в труде, когда с проблемой приходится столкнуться непосредственно. Планированию этот процесс не поддается. Как правило, зарождение распредложения является следствием происходящих на промысле событий. При работе всегда возникают проблемы, и если видеть проблему, попытаться решить и решить, то вот оно готово, рационализовское предложение. Подобный рецепт для рационализаторов стандартен. Возможно, что и текущая остановка промысла не пройдет без оформления реализации новой идеи. Газоопасные работы, связанные с заменой кранов на газовых кустах и на площадке установки, врезка так называемых «бобышек» после редуцирования ревизия печей, как и многочисленного оборудования промысла, проходит под пристальным вниманием специалистов. При поддержке руководства многие из них, особенно на первом газовом промысле заполярного месторождения, нацелены в своей работе на максимальное улучшение функционала УКПГ. Газовый промысел 1С за 10 с небольшим лет своего существования, на нем проводятся всегда экспериментальные испытания оборудования, модернизация, регенерация метанола здесь существует. То есть поле для деятельности здесь обширное. Есть что улучшать. Да, есть что улучшать, но в принципе интересно работать, то здесь не скучно. Дмитрий Дугинов, Сергей Овсяников, Заполярное месторождение. Обслуживанием обширного хозяйства ямбургских дорог уже второй год занимаются подразделения общества «Мостострой-12». Сейчас специалисты этой организации ведут подготовку дорог месторождения к эксплуатации в осенне-зимний период. Наша съемочная группа решила проехаться по трассам Ямбурга. К хорошему привыкаешь быстро. Всего несколько лет назад в Ямбурге на последних участках бетонки появился асфальт, превратив дороги в современные удобные шоссе, позволяющие быстро добраться в любую точку месторождения. И теперь их можно сравнить, если не с европейскими автобанами, то уж точно с приличными дорогами столичного масштаба. Однако построить дороги – это только полдела. Следом возникает вопрос обслуживания и ремонта. На месторождении этим занимаются подразделения общества «Мостострой-12». Сейчас полным ходом идет подготовка дорог к эксплуатации в предстоящую зиму. Основные – это устранение просадок, просевших плит, работы по обустройству, замена, реставрация дорожных знаков. Основные работы тоже, план в который входящий – это нанесение горизонтальной дорожной разметки на всем протяжении. Осевая и краевая полоса. Поселок Ямбург – это по обустройству пешеходные переходы. На данном месте это 22-й километр от дороги поселок Ямбург-Промбаза ГП-2. Здесь производились работы по устранению просадки над гвардопроводной трубой, выравнивание просевших плит, заливка и швов. Всего же в зоне ответственности дорожной службы «Мостострой» почти 360 километров дорог. Плюс более 80 мостов и мостовых переходов. Везде четкая разметка, которую видно даже в Пургу. Она в прямом смысле путеводной нитью указывает точное направление водителям. 2000 дорожных знаков. Таково в цифрах хозяйства, которые обслуживают ямбургские дорожники. В эти дни еще одно подразделение мотостроя ведет капитальный ремонт центральной поселковой автодороги. Асфальтобетонную смесь готовят сами на собственно специализированном участке, который находится здесь же на ямбургском месторождении в районе станции Тасовей. В поселок доставляют большегрузными самосвалами. Еще горячий асфальт загружают в асфальту кладчик, который ровными лентами выкладывает смесь на подготовленную поверхность. Следом за асфальту кладчиком движется каток. Несколько проходов и ровное, как зеркало, полотно готово. Остается только нанести разметку. Укладка производится на ширину проезжей части 8 метров. И у нас еще дополнительно укрепленная обочина тоже из асфальтобетонной смеси шириной 2 метра. Хотя до конца строительного сезона еще довольно много времени, однако дорожники работают в быстром темпе. Центральную автодорогу Ямбурга постараются закончить казню газовика. Впрочем, скорость ни в коей мере не влияет на качество. Строители прогнозируют, что срок службы капитально отремонтированного участка составит 15 лет. Юрий Григо, Василий Сурков, Ямбург. В ведении Управления по эксплуатации вахтовых поселков Газпром-добычей Ямбург немало объектов социального назначения. Несомненно, к ним относятся общежития в Новозаполярном, Ямбурге и Новом Уренгое. И в каждом из них трудятся те, без кого представить общежитие невозможно. Это, конечно же, вахтеры. С ветеранами этой профессии в одном из общежитий Нового Уренгоя встретился наш корреспондент Константин Портных. Общежитие «Айсберг» на вертодроме. Его открыли в 1989 году для работников «Газпром-добычей Ямбург», которые приезжают в Новый Уренгое. И первое, что видит любой заходящий сюда, это приветливое лицо вахтера. Здравствуйте. УЕВП. Профессии Ольга Гриценко 26 лет. Родом из Бишкека, начинала в Ямбурге, а в Газовой столице с первых дней работы этого самого общежития. И за эти годы ей довелось объяснять правила поведения в номере не одной из сотни вахтовиков. Так, расписываемся за пожарную безопасность. Ваша вахтовая. Так, кто возьмите, почитайте. Обязательно. Хорошо. Спасибо. Теперь дело за малым. Выдать свежее постельное белье и проводить клиента до комнаты. Многих своих посетителей Ольга знает давно. Поэтому у них не возникает неловких пауз во времени долгого пути. Ну как доехала? Хорошо. Все спокойно было, поездки. Ну, молочуха. Тепло. Выспалась. Ужас. Поладайся, отдыхай. Да, в том числе, как тебе удобно. Все удобства. Давай, моя хорошая, заходи. Ольга Гриценко – одна из тех, кто отлично помнит начало работы этого общежития тогда, 23 года назад. Построили вахты, завозили мебель, обустраивали их. Все делали, чтобы было немножко комфортно приезжающим. Так и принимали людей, так и сейчас принимаем. Вахтеры работают по сменам. Теперь настала очередь Натальи Рябковой, которая тоже в ОВП 26 лет. Они вместе с Ольгой Гриценко одновременно перевелись из Ямбурга. И сегодня именно оттуда газопромысловое управление направило своего сотрудника в Новый Уренгой. Его фамилия в списках, поэтому заселение проходит быстро и, как говорилось в известном фильме, без шума и пыли. Самое главное – вежливость, всегда доброжелательность, всегда чем можем, поможем. Всегда идем навстречу, чтобы людям комфортно было, чтобы они приехали уставшие, чтобы сразу отдохнуть. Теперь он проживающий в номере и может в спокойной и уютной атмосфере разобрать сумку, раздеться и отдохнуть с дороги. А вахтер тем временем принимает звонки и составляет реестр жильцов за определенный период. Я люблю свою работу. Я не знаю, я не вижу ничего скучного. В каждой работе, конечно, каждую работу нужно по-своему любить. Я всегда с удовольствием на работу хожу. То, как они принимают людей, так вот люди сюда приходят, заселяются. И с этим они у нас живут, и с этим они уходят потом на работу, уезжают в командировку. То есть, знаете, как настроишь человека, как примешь, так его проводишь, так у человека в жизни дальше будет складываться. Вахтерами наши героини стали осознанно, а не по случайному повороту судьбы, как многие могут подумать. Кто-то выбирает, что важнее – семья или работа. Наталья и Ольга выбрали – и работа, и семья. Вахтером я стала, потому что тут скользящий график, и мне очень понравилось больше времени проводить с ребенком дома. У меня ребенок всегда был под присмотром. И когда в саде ходил, потом в школа пошла. Слава Богу, я не прогадала. У меня очень замечательный сын. Женщины вот именно в этой профессии, вот они себя и проявляют, как женщины, как заботящиеся о близких, о доме. А дом – это вот именно то здание, где они работают, об этом интерьере, о чистоте, да и вообще, чтобы было приятно всем и удобно. Более четверти века на одном месте. Хотя, глядя на них, хочется оговориться и сказать – на родном месте. Ведь если человеку неинтересно, только зарплатой и соцпакетом не удержишь. Что же такого таит в себе профессия вахтера? Общение с людьми, хороший коллектив у нас, очень хороший коллектив у нас здесь. И поэтому как-то вот, ну, звали меня в другие здания, общежития наши, там вот по это на четверку, нет, никуда не хотелось, потому что коллектив очень интересный у нас, дружный, и поэтому так и осталось здесь. Потому что нравится. Нравится общество наше, нравится моя работа, вот и все. Простой ответ на ничего. Для меня работа вахтера – это? Это супер! Татьяна Тарас каждую смену встречается со своими подопечными. Спрашивает, как у них идут дела, знакомит с новыми приказами, смотрит, как они встречают и провожают клиентов. И на самом деле гордится своими работницами и их трудом. Люди запоминают таких ярких личностей, допустим, даже в должности сторожа вахтера. Поэтому вот я думаю, что они достойны для того, чтобы от них был снят сюжет. Ну и как бы больше людей узнало, что у нас есть такие люди, есть такие работники. В честь и слава им! Сотрудники «Газпромдобыча Ямбург» приезжают трудиться на благо России по вахте. А их встречают те, кто работает на вахте. Так было, так есть и так будет. Константин Портных, Дмитрий Шолохов из Нового Уренгоя. Приближается профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности и 37-й день рождения Нового Уренгоя. Отмечаются эти два праздника в одно время и, как правило, с размахом. О том, какие сюрпризы приготовила виновникам торжеств общества «Газпромдобыча Ямбург», мы пригласили рассказать начальника учреждения по культуре компании «Газпромдобыча Ямбург» Гулью Джукаеву. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте, Гулия Леонидовна. Здравствуйте. Когда в этом году пойдут празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности в Ямбурге, Заполярном и Новом Уренгое? 31 августа мероприятия торжественные начнутся в Уренгое. В 11 часов там начнутся торжественные мероприятия с небольшим концертом, после чего руководители поедут в Новозаполярный и в поселок Ямбург. Там мероприятия начнутся в 17.30 в одно время. По окончании мероприятий будут концерты, естественно, там будут поздравления, там будут вручать заслуженные награды. И я думаю, что все получат заряд бодрости. Если говорить непосредственно о работниках учреждения по культуре, какую праздничную программу подготовили они и ожидают ли какие-то сюрпризы газодобытчиков? К этому празднику, как обычно, учреждение по культуре готовится задолго. Во всех отделах культуры пройдут праздничные мероприятия. Это будут корпоративные вечера отдыхов, это будут концерты на газовых промыслах, на пультах непосредственно подачи газа. Ну и, конечно же, это будут концерты артистов российской эстрады. В этом году мы ожидаем группу «Балаган Лимитед» и Александра Олешко. И я считаю, что Александр Олешко нам делает небольшой сюрприз, потому что он приезжает со своей шоу-группой. Видимо, мы увидим его немножечко в другом ракурсе. А мы не оговорили, а насколько большим будет праздник? То есть час, два, три. Насколько рассчитана программа? Программа вообще разделена на, будем говорить, на несколько дней. То есть, ну давайте начнем, что с 30-го числа в Новозаполярном уже будут выступать артисты российской эстрады. 31-го они перелетят в поселок Ямбург. И 2-го числа в «Газодобытчике» в 14.00 будет концерт уже для работников города Уренгоя. Компания «Газпромдобыча Ямбург» традиционно делает подарок и горожанам к дню рождения Нового Уренгоя. В этом году будет подарок? Конечно же, как же без подарка. Мы традиционно тоже, будем говорить, дарим концерт наших артистов. Они будут выступать на площади города. Ну, в программе они стоят с 21.40 до 22.50. Поэтому вот в это время, пожалуйста, приходите на площадь и смотрите на наших артистов. «Балаган Лимитед». «Балаган Лимитед» и Александр Олешко с шоу-группой. А творческий сезон у «Через День по культуре» традиционно начинается осенью. Каким он обещает быть? Давайте начнем с того, что уже 8 сентября мы уже готовы отметить 20-летие филиала «Ямбург-Снабкомплект». Это будет огромное мероприятие на 200 человек. Он будет проводиться в поселке Ямбург. Уже сейчас мы готовимся к очень большому проекту, который посвящен открытию ОКПГ-1В на заполярном месторождении и ГКС заполярное ООО «Газпром Трансгаз Сургут». У нас совместный проект обещает быть огромный праздник, на котором будут присутствовать представители акционерного общества «Газпром», «Газпром Трансгаз Сургут», «Ямал Газинвест», «Стройгаз Консалдинг», ну и, конечно же, «Газпром Добыча Ямбург». И я знаю, что вы уже готовитесь к большому грандиозному мероприятию под названием «Факел». Да. Вот сейчас, как только мы закончим с празднованием Дня нефтяной и газовой промышленности, сразу же мы будем готовиться к этому великолепному празднику, потому что он действительно очень большой и красивый всегда. И вот сейчас уже мы отсматриваем артистов. Артисты будут работники нашего общества, либо их дети. И уже присылают, родители уже присылают диски своих детей, где дети поют, танцуют. Мы отсматриваем. В конце сентября, в начале октября это будет уже генеральный просмотр, когда мы уже скажем, что конкретные люди поедут на этот фестиваль. Причем я считаю, что этот фестиваль очередной, он необычен чем? Он будет проходить со 2 по 9 февраля в Томске, но победители Томского фестиваля поедут в Беларусь, в город Витебск, где все будет, где эти же артисты будут выступать на сцене, где проходит Славянский базар. Я думаю, это очень большая честь и для этих детей, и для работников, и для их родителей, ну и для нас с вами, конечно же. Спасибо, Гулия Ринатовна, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Желаем вам творческих успехов. Спасибо. До свидания. До свидания. На минувшей неделе на площади перед офисом «Газпромдобыча Ямбург» произошло неординарное событие. В завершении вполне обычного рабочего дня, когда сотрудники компании выходили с работы, вдруг громко заиграла музыка, и люди начали танцевать. Сначала это были три брейкера, затем на импровизированный танцпол вышли человек 20. Спустя некоторое время их стало в два раза больше, количество участников постоянно росло. Среди танцующих работники, невольные свидетели этого действия, с легкостью узнавали своих коллег. Субтитры делал DimaTorzok Все подробности о том, что это было и что из этого получилось, вы узнаете из нашего очередного выпуска. А на этом творческая команда Ямбург ТВ прощается с вами. До следующего понедельника. Всего доброго. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok